Минфин внес в правительство проект продления программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года со ставкой 8% годовых. Девелоперы, открыто надеявшиеся на это решение, уже поднимают бокалы шампанского. Но зря. Льготная ипотека показала свою несостоятельность и больше не работает. Здравствуйте, вы на канале Приоритеты с юристом Евгением Корсакином. Давайте к теме. Субсидирование ставок просто привело к тому, что застройщики подняли цены, а для покупателя платеж остался примерно тем же, что и было бы без льготной программы. Люди не просто не выиграли, даже проиграли. При повышении цены квартиры растет и размер первоначального взноса по ипотеке в абсолютном выражении. Кроме того, человек, купивший квартиру на первичном рынке под льготный процент, не может перепродать ее по той же стоимости. На вторичном рынке господдержки нет, и завышенные на фоне льготные ипотеки первичные цены восприняты не будут. Спрос, который пытаются поддержать государственной программой, зависит не от процентной ставки по кредиту, а от стоимости жилья. Льготная ипотека была нужна весной 2022 года, когда ставки были выше 20% после резкого роста ключевой ставки Центробанка. Спрос на жилье упал, говорят аналитики. А сейчас рыночные ставки по ипотеке и на первичном рынке, и на вторичном находятся на уровне от 10-11% годовых у крупных банков. Скорее всего, на этом уровне и останутся, плюс-минус 1%. Льготная ипотека с нового года будет выдаваться под 8% годовых. То есть разница в уровне ставок не критичная, она легко корректирует стоимостью жилья. И это уже видно на вторичном рынке. Люди прекрасно покупают квартиры без льготной ипотеки, если продавец готов на хороший торг. Такая же практика должна установиться и на первичке. Отмена льготной ипотеки приведет к нормализации рынка. Прекратится переток бюджетных денег в раздувание ценового пузыря. Застройщик снизит цены. Но решение о продлении льготной ипотеки уже принято. Значит, все останется так, как было. Жилье сильно переоценено. Застройщики продолжат давать скидки, но их размер будет скромнее, чем мог бы быть в случае отмены госпрограммы. Спрос на новостройки, даже несмотря на льготную и тем более около нулевую ипотеку, сильно отстает от прошлогоднего уровня. Для восстановления спроса нужно снижать стоимость жилья, а не ставку по ипотеке на его покупку. Если согласны с этим мнением, поддержите лайком. Увеличение ставок по льготной ипотеке до 8%, разумеется, еще и снизит без того низкий спрос, считаю специалисты рынка. Наращивание объема строительства интересу покупателей, а главное их финансовым возможностям, тоже способствовать не будет. Да и уже построенные застройщики в условиях сниженного спроса, возможно, станут придерживать до лучших времен. Впрочем, будут они применять и другую стратегию снижения цен. Скидки и акции на те объемы квартир, что будут в продаже. По возможности, девелоперы продолжат субсидировать ипотеку покупателям, но уже не в прежнем объеме и не с нулевой ставкой, а повыше от 3%. Какие-то застройщики в основном в регионах мелкие или с неустойчивой финансовой моделью будут продолжать банкротиться. В последние годы, особенно с сведением проектового финансирования, шел процесс монополизации строительного рынка крупными компаниями. И по мере усиления государственного регулирования этот процесс продолжится. В условиях нестабильности, усиливающихся санкций и негативных ожиданий в экономике, а также повышением ставки по льготной ипотеке, специалистами рынка предполагается плавное снижение цен как на первичном, так и на вторичном рынках. Если цены на рынке новостроек не будут ощутимо снижаться, покупатели будут перетекать оттуда на регулярный рынок, где цены, как в большинстве городов, ниже. К концу 2022 года цена продажи снизилась примерно на 20% от пиковых значений в марте этого года. В нынешних социально-экономических условиях неизбежно снижение покупательной способности населения. Условия ипотечного кредитования улучшаться не будут, это тоже очевидно. Следовательно, количество ипотечных сделок снизится. Давление на цены продолжится, прогнозируется дальнейшее уменьшение примерно на 10+. Теоретически, возможно, плавное снижение еще на 5%. И это нормально, ведь рынок был очень перегрет, цены раздуты, и они будут приходить к разумным значениям. Именно льготная ипотека подстегнула спрос и привела к огромному росту цен на рынке новостроек. Прекращение льготной ипотеки охладило бы рынок, да и темпы продаж на рынке новостроек упали бы. Но стоит напомнить, что льготная ипотека вводилась в качестве меры поддержки отрасли в период коронавируса. Свою миссию выполнила и даже перевыполнила. Застройщикам были обеспечены 2 года суперпродаж. Если видео было полезно, поддержите лайком, подписывайтесь на канал, поделитесь своим мнением в комментариях, пересылайте видео знакомым. Я с вами прощаюсь, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!